По поводу очищения я хотел поговорить, по поводу общины хотел поговорить, то есть такие вопросы общие. Ну понятно. И лично жена. А всё она крещённая же? А? Она же крещённая. Да? Да, у меня вся смеха. Полностью я согласен. Вся, я полностью. Срудился? Конечно. Ну ладно. А тут вот ездили в вентябре. Сейчас есть. У меня Алексей даже в свой дом перешёл. Да, я знаю. Пароль не поменял. Место свободное есть. Ну ладно. Так, на сколько распоряжаешься? А, до воскресенья. В воскресенье уезжали. Понятно. Ну а старые твои друзья встречались с тобой? А кто? Ну, кто? Где был раньше там? В Баптистовке? А, да нет ни разу. Ну и как они тебя? Ну, во-первых, мы не встречались. Но что-нибудь так происходит, даже не знаю. Я же ни разу у них не был. А тот вот на днях какой-то вышел там, я сказать, Узбекистан или Туркмен. А жена у него сектантка там, Баптистка или кто? И через кого-то, Наталья Усатова, на Душкова, на меня. Я говорю, а почему он сразу не на меня вышел-то? Зачем Наталья там, контакта там не бывает? Ну и сразу видно, что нет он. Сегодня ночью она ответила. Я на него вышел, говорит, я сразу поняла, юридик. Я в первую очередь спросил, а почему ты без бороды садомит? Да. Ну и пошел, и он начал. Она ему, и говорит, я не раньше, не позже считала Авреля Августина как раз. О юридиках-то. Ну и ему, как из него поперло все, говорит он там. Ну, это уже скрывается долго никак, потому что божественно оно разламывает. После первого и второго уразумления отвращайся. Ибо он грешит, будучи самоосужденным. Он приговор подписал себе. Это нам кажется так. Ну ладно, понимает, как бы не понимал, а в Царстве Небесном он будет. Нет. Они обходят эти места. Почему? Какие бы ни были сейчас в Киеве крещение у них было, они отовсюду собирают 500 человек. Почему они не крестят? Правильно, а опрокидывают. Смерть Христа не крестят. Почему они в положении выборов крестят? Один вопрос. И церковь так крестила? Нет, один простой вопрос опрокидывает. Христов так не умирал. Он умерствует. Но это даже доказывать не надо. Об этом пишет апостол Павел Кривнин. В смерть Христа крестились. Щетко и ясно. А дальше уже разговор идет. Какое бы место нельзя. Говорят о Христе, все правильно, песни поют. А церкви ни слова. Церковь. Когда образована была? И что есть церковь и что не церковь? Что есть иеритик? Слово иеритик вообще не употребляется нигде. А апостолу говорили, дела плоти известны. Наталья его расколотила, весь рассыпался. Как бы он начал? Я спрашиваю, что разнесу черный список и никогда не переписывайся. Зараза! Всегда прилипчивый смертельный. Это зараза. Отвращайся. Апостол Павел зачем бы говорил? Он с великой опаской говорит. Будучи развращен. Сама сужден. Это не изменилось. А как развращен? А ему больше нравится там Дмитрий Кузнецов. Тут вообще один из самых сильных, из таких страшных кощунников. Евангелие все выбрасывает. От него оставляет, что нравится и отдельно издает. Когда каждая черта и иота дороже неба и земли. Что тут говорится? Я всегда, как правильно, щетина одна и все время подхихикиваю. У них стандарт. А почему? А он не может. По-другому. Потому что грех монотонен. Это мы думаем, а вот он так и так. А одно и то же. С одного начинается, а одним заканчивается. Я вот разговаривал с какими людьми. Ну, как-то его можно определить. Но его определять не надо. Я сижу на заднем сидении в автобусе. Последняя остановка маршрута. На работу. Вдруг заходит один. Погонщики какие-то у него. Я говорю, а что это? А он в охране работает. Войнозерной охране. Я говорю, ну все нормально. Мужчина где-то. Я гляну. Только гляну на него и понимаю. Прораженный блудник. А до сих пор говорит, да это он сейчас здесь. Говорит, перешел к новой жене. Говорит, я не знаю. Говорит, раз может 15-20. Только женился в последнее время. Скотоподобный. И это печать на лице. И он не может другим быть. И взгляд его. По поднятию ресниц определяется на хвой язык блуд. Поднятию ресниц. А при чем тут ресницы? Тебе не надо рассуждать. Ты прочитал и понимай. Есть люди, которые пытаются рассуждать, учить. А у них прогляда на полсантиметра вперед идет. Он вперед вообще ничего не видит. Ну ладно, я сделаю так. А что дальше за этим будет? Это покинутость. У нас один из баптистов пришел. Много отбывал где-то там. У него дядя генерал был, к границу переходил. Как он рассказывает. Молчанов Николай Нестерович с города Мелитополь. И вот он выходит уже, свечки подает там все. Выходит, встал, говорит, на паперте здесь. И говорит, вот я смотрю на этих людей. Или Бог говорит, они их дураков набрал. Или никогда их не избирал. Тут вариантов больше нет. Чего у него не взялся. Все у них к одному сходится. Везде. Батюшка сказал, главное это при счастье. Нигде нет этого. У старобрядцев. Больше вообще речи нет. С тобой встречался нет. Так они прячутся. Приехал вот мой племянник здесь. Дня два назад было. И я вышел в тот покос внутри деревни. И вижу четверо стоят. Батюшка стоит отец Аким. Иосиф стоит. И Алексей. Тоже племянники. А там оказывается Давид приехал. Старший их брат-то. А я в стороне совсем. Я внимательно решил то место, где вырубил батюшке весь лопух. Трудно было рубить. Берет он его или нет. Он видал меня. Я сразу присел. Гляжу. Заглядывает, чтобы меня его не захватило. Давыда. Гляжу. Попятился. Попятился. Стоит машина за машиной. Встал и выглядывает. Это не думайте, что он бешеный какой-то. Он нормальный человек. Служил в органах МВД. В армии где-то. Машина батюшка тронулся. И он впереди машину, чтобы ее не видели. Чтобы не попасть в снимок. Да меня тогда снимки там нет или другого где-то. Какая причина? Ты стоял, разговаривал. Нормально. Увидал аппарат и запрыгал. Так я стою пока. Так он туда нырнул. Там березы где. Обошел где коровники. Вот в этот переулок только вышел. Жену и ребенка сразу поехал. Я тогда стал выговаривать. Вы же из людей тараканов делаете. Да Богу разве угодно. Считай притча 28.1. Притча Соломона. Несчастивый бежит, когда за ним никто не гонится. А праведник смел, как лев. За ним никто не гонится. И он, представьте себе, нырнуть туда. Обойти коровник, чтобы мимо не проходить. А родной человек племянник. Он у меня жил. Я его воспитывал. А почему? Им сказали там. Они уже перешагнули. Молиться нельзя. Это не коньянь. Это мы, так сказать, не коньянь. А мы никто этого слова не знаем даже. Ему сказали. А теперь я священнику говорю. Что делаете с людьми-то? Где вы видели, что ты его лишаешь причастия, и он погибнет? Да что тот учит нас от любви Божьей? Скорбь, теснота, высота. То есть ни небесное, ни земное. Павел зачем вы писали? Перечисления делать такие, нам не понятно. Ни настоящее, ни будущее нету. А что от причастия зависит спасение? Нет нигде. От причастия зависит жизнь. Кто не будет есть плоти сына человеческого, не будет иметь в себе жизни. Здесь два варианта. Или это у вас не причастие, игра одна. Идет, ничего там нету. Или вы извращаете, недостойно причащаетесь. И Бог разумом ошибается. Два варианта. Недостойно причащается, не рассуждая о теле Господнем. Я священнику говорю. А почему так? Так вы их делаете такими. Ни о чем больше не спрашивайте. Ты его спросил хоть раз, как он в Библии считает? Нет? Нет. Ты его спросил, чтобы до причастия не допущено. Вышел бы и сказал. Кто не благовествует радостно весь о воскрешенном Христе, не походите к причастию, как нечестивые. Идти проповедовать надо нам о Христе, пришедшем о плоти. И кто это не делает, тот антихрист. Это пишет евангелист Иоанн. А вы препятствуете. То есть, вы все антихристы сегодня уже. Я по полочкам. Вот свое писание. А мы идем, говорим, Христос воплотился о Деву Марии. А вы не пускаете. Вы не свидетельствуете. Вы против этого? Все обрежу, зачесались немного. Дальше, значит, что вас ждет? Священник, я говорю, только в храме молиться нельзя. А дальше легко. Священник, я не говорю, чтобы прятаться от людей. Дальше легко. Ты его столбом по наклонной он катится. И вам отвечать придется. Я имел занятие в университете. И священник местный. В Барнаульске. Думном. Отец Никола. Не Николай, а Никола. И он был. Я приглашаю на четвертый этаж зайти. В четыреста десятую аудиторию. Идут занятия. Ни под каким видом. А его где-то за это то-то что-то. Он не знает. И он знает одно только. Ни с кем не встречался. Все. Главное должно быть бегать и таиться. Бегать и таиться. Это всегда у них было. У старобрядцев. Это вот маленький пример. Его коснулось. Я расшелудил когда у них-то. И по углам сели. Я говорю, давайте заберемся. Поговорим. Ее сестра такая же. Приехали тут бантисты у нас. Они не один раз были. Там поют. А прямо напротив ее дома. Так она там разная. Венок. Там перепутанные ограды. Она из-за ограды. Чтобы ее только не видели. Ходила на занятия. Сейчас на занятия не ходит. Нигде. Чем угодно может заниматься. Блудить они больше могут. Пьянствовать. Но только не молиться. Как умерли. Разное кладбище. А до этого все вместе. Но один раз разложи. А Бог по образу сделал. Не по образу таракана. Человека. Праведник смел, как лев. Идет на благовестие. Тебя не казнили. Ни гвозди. Они вбивали тебя. И каждый день умирает люди. Каждый, кажется, 20 минут, что ли. Христианина одного казнят. Там. Мусульмане. В разных странах где. Недавно отсчет был. Кажется, 50 тысяч каждый год. Умирает. Сегодня. В настоящее время. А здесь никто никого не трогает. И куда-то они их уводят на благовестие. Нет. А вы папу моему антихристом назвали. За то, что он не поехал на благовестие. Да он никогда не поедет. Рождения свыше не было. Куда он поедет? Все написали. Ну, я сказал, обратился. Кто как обратился к Богу. Пришел в общем. Напишите. И в открытом окон у меня 15-16 глав. 84 человека написали. Эта написала. Этот написал. Все. А он не написал. Почему? А когда дом построю, тогда напишут. То есть, когда дом построю, я тогда засвидетельствую. Понимаешь? Сам ответ говорит. Он мирской, безбожий. Построил дом. Написал. Нет, конечно. Ну, благовестие. Хоть раз-то съезди. Кто не свидетельствует? А Господи? Свидетельства какого? Нет. Господь не исповедует. И я не исповедую. Ты чего сидишь? Дом построил. Пошел на благовестие. Нет, конечно. Зачем оно ему нужно? А одержим еще бы. Недостойно причащение. 19 января. Житие Макария Александрийского. Люди причащаются. А рот разевают. А в то время черные пиопы в рот уголь толкают. Почему вы скрываете из жития святых это? Ангельской рукой при счастье вносятся в алтарь. Недостойно причащающиеся. Он написал одно письмо там против меня. Недостойно. 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 Я тоже запубликовал. Они. Кто поставил? Где ставят? Ты знаешь. У тебя сколько роликов? У меня шестнадцать тысяч слов. Понимаешь? И ничего нету. Абсолютно ничего нету. Понимаешь, если ты от Бога отходишь, ходит другое место пустое не бывает в природе. Природа не терпит, а то и душа человека. Тогда берет всем зрейших, находит незанятым. Прямо говорится. Но он не занятый просто. И уже не пьян стал, не курил. И берет всем зрейших. Вот это и есть. Написал такое письмо против меня. А я не беру. Ему надо. Он перешел уже ночью. Через забор перелез. Я принял. Он не остановился. Через стену. Его выслушали. Я говорю, такое письмо я уже это опубликовал. А там ничего больше нету. Толстые письма. Он не может уснуть. А я продолжаю заниматься. А Володя снимает его ролик. А вот нашелся человек. И, знаете, обречает. А он не обречает. Там ничего и нету. Так, помогите. Надо надеть рукава. Ну да. Я сейчас закончу. Он уходит к ней и уснуть не может. Просчитает письмо тебе. Он не может. Он написал. Ну и полный жил тебя не взял. Все. Ты уже писал такое. Я его опубликовал на своих ресурсах. На форуме. Притом сфотографировали. Со всеми ошибками. Подчеркиваниями. Твоими же. С чем ты не доволен то? А не там надо было поместить. Да где ты знаешь поместить. Там написано у меня отдельно область. Старат брется. Туда и поместил. Ну куда тебе? Баптиста ты не гоже. Я ему рассказывал. Это не кто-то. Но моя родная сестра женатая. И с чем кончилось? Тем, что человек потерял все. И он этого не понимает. И где бы ни было, он не останавливался. Они вокруг только меня пляшут. Вокруг моей колокольни мочится. Он приехал из Сан-Сибирска. Третье поколение. Встречается. Никакого разговора нет только обо мне. Алексей мне рассказывал. Я говорю, вы что делаете-то? Даже сам из этой среды его шокирует. Ну хоть Евангелие откроете или что-то? Нет, не надо. И он пока ей не прочитал, не мог уснуть. Вот колдуны умирают, когда им обязательно нужно кого-то за руку взять, кому-то передать свой талант. Талант в кавычках. Ты знаешь, в кавычках показывают так пальцами. Когда разговаривают, интересно. Вот это последние известия, какие известия есть. А можно их вывести из этого? Нет, нельзя. Добровольно, будучи развращен, самоосужден. И выход один. Надо молиться и плакать. Вот приезжает. Иногда там лес гонит. Я говорю, ну как можно сюда? Я пришел. Я уезжаю. Прости. Мало ли еще бывает. А он сразу возвращается. Вот тогда-то ты был. Три года назад. Письмо мое не услышал. Ты болеешь, я услышал. Тебе говорят, в больницу ложиться. Мало ли еще бывает. Ну прости. Жизнь это все пустое где-то. Где-то вот тогда ты смотри. Какая же это жизнь? А злопомнение вчерашнего дня уподобляет дьяволу, говорит Иоанн Златовост. Ты это считал? А дело-то что было? Мы собрались. Мы оповещаем другой деревне и приезжаем. Развешиваем объявления, где мы собираемся в клубе в такое-то время. Уже машины здесь. И ты в это время перешел меня, толкал, уходи отсюда. Ты что забыл? Как было-то? Ты же драться кидался. И люди не поехали. Свидетельство о Сыне Божьем, воплотившемся. Не было. Ты против. Поэтому ты отъехал. Самый настоящий. Опять замолкли. Писание считать надо. Где-то он однажды брякнул. Батюшка говорит, ну, какие твои знания-то? Работник ты, да? Он возьми да брякнул, еще я меньше кураю. А потом говорит, да я не говорил так. Я вполне доверяю батюшке. Чтобы знать, для этого нужно время. Нужно считать, смотреть, вопросы. Ни одного вопроса нету, кроме упора. А вот людей было бы больше, если бы я поступал, не так говорил. Ну, ты знаешь, меня зачем еще? Бери телегу, залазь на нее, трибуна тебе. Поехал куда? Нет. Кого-то привел? Нет. Пошел на пенсии ни одного человека. Ни откуда, никуда. Даже родных нету. Что тебе доказывать-то? А у меня каждый день. Я вот утром встал, сегодня я встал без двадцати, двенадцать ночи. И я сижу, теперь отвечаю на вопросы. А вопросы с разных стран. Почему? Люди нуждаются. Кто-то против, кто-то выставит на дороге. Сегодня я выставил 17 роликов за один день. Это понятно, что мы непрерывно движемся вперед. Вчера, где были, что тут делает Игорь. Готовимся там одно место, где, по-моему, рыбачить. А это ничего нету. И съемки фотоаппарата, как огня боятся. А чего вы боитесь? Вот Игорь, вчера идет, я говорю, Игорь, а сколько у тебя горох он еще посеял? Да 73, кажется, или 75. Я говорю, а сколько у тебя всего в гектар? Да, кажется, 423. Почем все скажет? Здесь ничего нельзя узнать. С женой живет, и жена не знает, какая пенсия прячется. Какая же эта жизнь-то? Бегать и то есть. А ни с кем не встречается. На занятия огня. Это Гаврия Барнаула в Новосибирске. Мы будем ходить в церковь. Ни в церковь, нигде. Вот и все. Это ты слышишь, для себя возьми, для чего рассказывай. Бойся, как огня неправды. Будь открытым. Мы ролики не лепим, ничего нет. Как есть, так и выставляем. И люди видят жизнь всесторонняя. Придет время, будут по слогам разбирать. Мы показываем, как беседуем, как встречаем гостей, как провожаем, как обедаем, как утром молимся, как работаем. Работа разная. Вот тебе наша программа. Становимся сейчас на молитве. Редактор субтитров А.Семкин王 Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Субтитров от Северна Кулакова